все ребят давайте я пойду если давно хотели сделать ставку на боялись проиграть то сейчас появилась отличная возможность испытать удачу винлайн дает фрибет тысяч рублей каждому кто установит приложением по ссылке в описании винлайн легальный букмекер самый надежный по версии портала sports ru дает самое выгодное предложение на рынке устанавливаем мобильное приложение получая фрибет тысячи рублей после регистрации в нем без условий и депозитов выигрывайте все деньги ваша ссылка в описании видео как вы провели выходной слава сборной полезно провели сходили в баню выспались взяли массаж принципе такие восстановительные мероприятия погуляли на ужин с командой с ребятами было весело русская баня и слава теле данная в раздевалке есть и есть она у нас в отеле поэтому все условия играть не мы ни разу если честно играли я только смотрел как они играют поэтому у нас и впереди но это не шахматы это так поддавки можно сказать на самом деле я не так много вилка играет овечен играет неплохо по моему они всего надо у него спросить но я слышал что он на ю тубе смотрит как играть профессионалы и учиться поэтому я думаю он будет номер один у нас это все полезно чтобы для хоккея мне тяжело сказать потому что я не гроссмейстер никакой и никогда не увлекался шахматами но я думаю любая игра которая тебя развивает это твое мышление развивает она всегда полезно я думаю хоккей тоже очень много ходов не стандартный так надо видеть видеть много ходов наперед поэтому я думаю где-то эта игра может близко хоккею но все равно хоккей более динамичная игра а кстати вот на выезде когда вы в сборном дается играть эти любимые стрелялки пришли команду поддержки киберспорт вот это можно ты же с тобой компьютер не придешь поэтому стараясь на таких турнирах наоборот отвлечься и интернет больше смотришь там вчера посмотрела дуть там интервью с давыдовичем ну стрелялки я поиграл конечно но я не буду собой таскать там ноутбуки большие там клавиатуру поэтому ну тяжеловато немножко но я знаю ребята играют какие-то другие приставки поэтому каждому свое сами кстати могли бы стать героем какого-то супер youtube интервью чтобы выложить все про себя все или спортсмены избегают этого ну каждый по-своему кто-то избегает кто-то наоборот более открыт но я стараюсь как-то более все семейное держать с собой и про себе и когда ты может закончить карьеру конечно я многое могу рассказать много историй но по мере возможности все равно стараюсь делиться и там в этом году ко мне приезжали в гости фитбург там ребята большое интервью и там жена дает интервью там ребенок родился дали большое интервью поэтому тысяча очков когда было там тоже всей семьей было интервью так что по мере возможности я просто не понимаю ну зачем там рассказывать все что процентов я думаю личная жизнь на то и лично чтобы что-то осталось при себе потому что на самом деле сейчас все так доступно интернет там инстаграм вот это все что мне кажется даже ничего не спрячешь любая фотка там ты куда не пошел тебя фотографируют выложат поэтому даже иногда хочется наоборот где-то спрятаться где-то видно где-то даже и не видно там за стеклом в ресторане могут сфотографировать но на самом деле мы ничего криминального не делаем если мы идем то мы идем все вместе и там с разрешения все по договоренности вы отмечаетесь с партнером портнером потому что мы много говорим о сборной россии но у шведов 21 мхл очень сильная команда у нас не играть ну не на самом деле мы встречать на евро туре после на после игры там пару слов перекинуть но да вы сами видите что большое количество звезд приехало олимпиады нет и многие говорят желаем сыграть и я думаю чемпионат мира из-за этого подвинули там на неделе как бы он позже начался там даже ребята после второго раунда спокойно могли приехать и сыграть на чемпионате мира и я думаю многие откликнулись и в этом году будет один из сильнейших составов вообще не только у нас но и у других командах тем интереснее и мы видим что и публике нравится и довольно интересный матч и я думаю самое интересное еще впереди у вас очень хорошая связка с Додоновым как вы вообще договоритесь как-то общаетесь или просто на интуицию получается в первую очередь у нас жены общаются между собой поэтому как-то так не на самом деле но это же опять все наигрывается все со временем не сразу все пошло и где такая тренировках разговариваем там в раздевалке что-то друг другу подсказываем я думаю что дальше будет больше лучше и слава богу что нашли взаимосвязь и там другие связки как понятно кучера с гусем долго лет вместе играли и Кузнецов с Овечкиным и я думаю тренера решили сделать на эту ставку что вот каждое звено где-то найти свое сочетание какие плюсы у Ковальчука какие у Григоренко ну я не знаю они разные наверное они игроки и у Ковальчука он все-таки снайпер у него больше игра на цель на ворота мне кажется что Григоренко он может сыграть и в центре и он и очень здорово обороняется поэтому его используют что там в меньшинстве он забил гол я думаю видно что он и блокирует шайбы и можно отдать тонко сыграть Ковальчук более такой я думаю напористый на ворота больше атакующего плана немножко все-таки они разные игроки а согласно с тем что это как раз под кучера нужно такой центр более броня как Анисима ну что такое мнение что ну можно можно и так сказать да что и там мы играли когда вместе нам одной шайб было мало но я не знаю да тренером виднее и под таких игроков надо подстраиваться надо ему отдавать шайбу чтобы они и владели 60 минут и чтобы они создавали забивали там отдавали поэтому я думаю тренер сделали правильно и тем более что Гусев тоже под него здорово подстраиваться они можно сказать там иногда вдвоем обыграют всю пятерку ну и мы с Додоном нашли взаимосвязь поэтому я думаю все правильно сделали вас иногда Савичкиным отпускают в матч ну он же уже дал интервью я полностью согласен но меня заставил тренер я свое согласие не давал сколько латвицам знаете? а? латвицам много знаете? на самом деле нет не особо и я только знаю вот у нас которые играют в Фиттбурге Фредди и Тедди да и поэтому завтра будем готовиться будем какие-то новые фамилии имена но опять же были уже разговоры мы там ребята сыграли на евротуре с ними а не на евротуре там на товарищ игру и проиграли они сказали что такие очень наглые, дерзкие, не боятся атаковать и не будут завтра там сидеть в защите они будут давить свою линию и поэтому мы будем готовы нет проходных матчей три ряда назад вы выиграли чемпионат мира в Минске какие у вас самые яркие воспоминания, что это пару-тройку о том турнире, а то сборной этой команде? ну на самом деле я тогда прилетел там последние там четыре игры я только по-моему сыграл поэтому я влился в коллектив буквально там на четвертьфинале и я только помню, что вот там с нарка удалили из поля это наверное самое яркое запоминание было его этот знаменитый жест и что мы играли в последние группы без тренера какие-то тоже наверное не всегда увидишь и на моей памяти это впервые было но у нас была хорошая команда и многие говорят, что там другие сборные были не так сильные но тем не менее мы сделали свое дело, какие бы сборные не были мы выиграли и заняли первое место и второе чемпиональное мое было надеюсь в этом году будет третье Вас удивляет развитие событий? Стэнли и три команды остались, чтобы выиграть ну на самом деле да, немножко конечно есть сюрпризы но тем не менее Боссон заслуженно попали в финал и они были одной из тех команд, на которых ставили, можно сказать если там Каролайн, никто на них не ставил, что они будут играть в полуфинале то Боссон заслуженно обыграл и Коламбус и Торонто и я думаю, что у них есть шансы выиграть но опять же Сан-Хосе я всегда говорил, что именно с запада я просто не говорил с запада, что будет Сан-Хосе в финале но тем не менее, я не знаю, там много судейских ошибок в их пользу как-то и подсказывают, помогают им я не знаю почему, я начиная с Вегаса и вот последняя игра там, я считаю, была стопроцентный пас рукой но судьи ошиблись опять же в их сторону но это хоккей, много ошибок и все равно я думаю, у них хорошая команда они показывают красивый хоккей но сейчас опять не удается смотреть там где-то большие хайлайты но посмотрим, что будет интересно, но хочется конечно пожелать удачи Тарасову Тарасенко, то есть чтобы попал в финал это его будет первый финал и может поднимет кубок над головой я ему желаю удачи Заветович, завершенный день очень напряженный график представить, как держать это в голове а может быть чуть-чуть экономить силы? Ну на самом деле, у нас есть такой график когда ты играешь две подряд, потом один день перерыв и опять игра по этому ну можно сказать, это не в новинку можно сказать, мы привыкшие к этому и здесь главное правильно расходовать силы там мы играем в четыре звена тренер правильно нас выпускает там по очереди, по порядку и если ты там одну игру можешь играть там 15 минут, вторую тоже 15 это не так много на самом деле ты уже привык играть на хелл там по 20 минут и здесь главное правильно играть, а силы они... но когда трибун тебя гонит, мне кажется ты о них не думаешь в сборной есть такая взаимоподдержка когда, например, не шла игра у Овечкина и Кузнецова на них там больше действовали, они с итальянцами прорвало мне было мысли как-то каприз у него приподнять потому что груз такая есть, что немножко не идет ну на самом деле, конечно, все друг друга подбадривают и там сегодня там тренера мне тоже сказали побольше бросать, а больше там брать на себя инициативу забить, что там груз ответственности тоже себя снять ну и конечно, я думаю, тренера ему помогут и игроки поддерживают, и он сам понимает но у нас собралась хорошая сборная, да, где-то пока не нашлось ему место там в звене, но хорошо играет барабанов и тренера тоже стараются лучших игроков выпускать может где-то у него уверенность пропала но, конечно, мы стараемся поддержать его и я думаю, он еще скажет твое слово и мы знаем, насколько он талантлив мы знаем, насколько он уже заявил о себе и на олимпиаде сыграл, и я думаю, у него все впереди Шведы очень ждут матча с вами, а вы? Расписание, оно и есть в расписании я лично не жду, но придется, как говорится что я могу сказать, я думаю, в завтрашней игре а там о латвийцах, поэтому будет 21 число будем с ними играть, а так официально ждать шведов я не знаю, даже не думал бы ну, когда ждать, помните матча ну, я смотрю расписание, держу в голове и поэтому здесь перед четвертьфиналом последние три игры, конечно, мы там за четыре дня сыграем поэтому здесь ничего удивительного я смотрю расписание в НХЛ, там, месяц вперед стараешься только держать это в голове там, где будут выходные, как провести выходной ты же строишь свое расписание, там, где-то на неделю вперед поэтому здесь тоже надо и думать не только там о игре, а о каких-то других там, когда делать массаж, там, когда, там, может, днем поспать вот такой довольно интересный процесс и каждый строит по свое тело, ты уже знаешь и, допустим, сегодня днем я, может, хочу подумать я посплю часок, чтобы отдохнуть актуальная тема, кстати, обсуждалась с Владимиром Мерзиновым вот, в НХЛ нет ни одного европейского тренера ну, вот, Крюди, он в Канаде все равно рожденный а в России ставят Мактавиша у нас есть такая карди Широ Христой почему в России? ну, на самом деле, мне тоже эта практика не нравится и я считаю, наши молодые тренера там, Евгений Корешков, вот, я его знаю, он в ЦСКА вторым я считаю, что он мог справиться там, быть первым и вообще, я работал тоже когда был главный тренер и Чех, и там, и потом... Магнит Кинд да, да, и Канадец потом был Кинг ну, на самом деле, это очень сложно вот так всегда переводить потому что всегда нужно переводчик и когда даже там во время игры ему надо там за 30 секунд что-то объяснить когда мы там проигрываем в счете или выиграем но 15 секунд уходит на перевод и это не всегда не всегда можно сказать, не всегда ты улавливаешь информацию, которую он хочет за тебя донести ну, опять же, не знаю, это откуда это пошло но, как видим, все равно канадский там тот же вот в Авангарде он это показал вывел команду в финал тот же там Кинг он выиграл с Магнит они приносят результат значит, это все-таки пока наверное, они все-таки я не знаю, более мастеровите может, у них другое видение хоккея и как-то они главное дают результат не знаю мы, может, еще до этого не доросли может, не так много у нас хороших квалифицированных тренеров но, я думаю, что вот эта проблема с языком она, конечно, стоит на первом месте с Хернкестом встречались а с Маркусом Петерсоном или он не успел стать частью такой важной Питтсбурга ну, да наверное, все-таки с Патриком мы более близки мы переписываемся мы с ним общаемся и все равно он уже я, можно сказать он лидер лидер Питтсбурга и основа Питтсбурга но, поэтому я, как бы, со всеми поддерживаю отношения но, все равно в любой команде с кем-то больше с кем-то меньше мы, все-таки мне кажется с Патриком с более-менее дружились все, ребят, давайте я пойду удачи латвин tomorrow when we win